Снизят или нет, спорят российские финансисты о судьбе ключевой ставки Центробанка. Ждать осталось немного. Уже в пятницу, 16 сентября, пройдет заседание Совета директоров банка, где будет решаться этот вопрос. От размера ключевой ставки во многом зависит стоимость кредитов для населения и бизнеса. На банковском форуме, который традиционно проходит в сентябре в Сочи, наша съемочная группа выясняла у экспертов, нужно ли сейчас снижать ставку. Подробности в рубрике Вести экономика. Снизит ли Центробанк ключевую ставку? Мнения разделились. Эксперты говорят, одно из препятствий для уменьшения ее размера – неопределенность с ценами на нефть, нестабильность курса рубля. С другой стороны, инфляция в стране стала ниже, а это весомый аргумент в пользу снижения ставки. Если мы говорим о каком-то будущем, ближайшем или среднесрочном, то, по идее, эта ставка должна снижаться. Опять же, это связано с инфляцией. Если будем давить инфляцию, если инфляция будет небольшой, то ставка будет снижаться. Посмотрим на динамику ключевой ставки. 16 декабря 2014 года стало черным вторником. Взлетели курсы доллара и евро. На экстренном заседании ЦБ принял решение повысить ставку до 17%. В январе 2015-го показатель был уменьшен на два пункта. Затем он продолжил снижаться, достигнув 11% в июле прошлого года. На протяжении почти целого года ключевая ставка не менялась. Лишь нынешним летом она потеряла еще полпроцента. Есть все объективные условия для того, чтобы ключевая ставка от Центрального банка снижалась. Инфляция меньше 7%, ключевая 10,5%. Это неправильно. В принципе, по нашим оценкам, она уже может быть не более 8%, но хотя бы 9% уже сейчас можно было бы использовать. На банковском форуме в Сочи Эльвира Набиулина не дала прямого ответа на вопрос, будет ли в ближайшее время меняться ключевая ставка. Однако она подчеркнула, денежно-кредитная политика Центробанка останется умеренно жесткой. Это означает, что процентные ставки в экономике, включая ключевую, будут на несколько процентных пунктов превышать инфляцию. Это необходимо для того, чтобы и инфляция, и инфляционные ожидания продолжали снижаться и надежно закрепились на низком уровне. Тренд на снижение ключевой ставки, конечно, вселяет оптимизм, говорят эксперты. Чем меньше этот показатель, тем охотнее банки снижают стоимость кредитов. Но не стоит думать, что небольшое снижение ставки вызовет резкое удешевление займов, подчеркивает Артем Тынчеров. Важно понимание, что есть тенденция к снижению. Вот этот тренд, если он сохранится, и ставка снизится до 10%, до 8%, до 6%, до 4%, то, конечно, это будет иметь прямую зависимость с стоимостью кредита. То есть кредит станет дешевле. Но не весь, не всегда, не по всем, ну понятно, да. То есть это нельзя однозначно воспринимать как прямая корреляция между двумя вещами. Снижение ставки и снижение стоимости кредита. Чьи прогнозы сбудутся? Тех, кто уверен, что снижение ставки произойдет сейчас, или тех, кто считает, что Центробанк пока не будет торопиться, станет известно в пятницу, 16 сентября. Именно тогда пройдет заседание Совета директоров ЦБ. Надежда Давыдова, Виктор Степанов, Вести Чебоксары из Сочи.